Союз Советских Социалистических Республик Образован на территории, которую к 1917 году занимала Российская империя без Финляндии, части Польского царства и некоторых других территорий. Согласно Конституции 1977 года, СССР провозглашался единым союзным многонациональным социалистическим государством. После Второй мировой войны СССР имел сухопутные границы с Афганистаном, Венгрией, Ираном, Китаем. КНДР с 9 сентября 1948 года, Монголии, Норвегии, Польши, Румынии, Дурции, Финляндии, Чехословакии и Морские США, Швеции и Японии. СССР был образован 30 декабря 1922 года путем объединения РСФСР, Украинской АССР, Белорусской АССР и Закавказской АСФСР в одно государство с единым правительством. Столицей в Москве, исполнительной и судебной властями, законодательными и правовыми системами. Союзные республики в разные годы от 4 до 16 по Конституции считались суверенными государствами, формально за каждой союзной республикой сохранялось право свободного выхода из союза. Союзная республика имела право вступать в отношения с иностранными государствами, заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать в деятельности международных организаций. Среди 50 стран-основателей ООН наряду с СССР были и две его союзные республики, БССР и УССР. В 1941 году СССР вступил во Вторую мировую войну, а после победы в ней, наряду с США, был сверхдержавой. Советский Союз доминировал в мировой системе социализма, а также был соучредителем ООН, постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом ВЕТА. Процесс распада СССР характеризовался острым противостоянием между представителями Центральной союзной власти и новоизбранной властью на местах Верховные Советы Президенты союзных республик. В 1989-1990 годах начался аппарат суверенитетов. 17 марта 1991 года в 9 из 15 республик СССР был проведен всесоюзный референдум о сохранении СССР, на котором более 2-3 голосовавших граждан высказались за сохранение обновленного союза. Но после августовского пуча и последовавшего за ним событий сохранения СССР как государственного образования стало фактически невозможным, о чем было заявлено в Соглашении о создании Содружества Независимых Государств, подписанном 8 декабря 1991 года. 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ. В конце 1991 года Российская Федерация была признана государством продолжателем Союза СССР в международно-правовых отношениях и заняла его место в Совете Безопасности ООН.